На штатной машине затычек много. Все начинают тупить, причем непонятно почему. Становится лучше дышать мотору и легче турбине. Ничего не перегревается, все прекрасно работает. Зато ехать лучше начинает. Впуск и выпуск. Зачем это вообще нужно и как это работает? Двигатель у нас это насос. Поршень ходит туда-сюда и качает воздух. Закачивает его в себя через впуск и потом выхлопные газы через выпуск идут. Мотор работает как насос и чем больше воздуха он качает, тем круче он валит. Соответственно не должно быть нигде затычек ни на впуске, ни на выпуске. Ну вы понимаете, что если насос вы попытаетесь накачать, а если заткнете ему подачу, то воздуха туда не попадет. Ну или частично заткнете. То же самое с выходом. Если воздух будет некуда деть, он прокачиваться через насос не будет и соответственно мотор тоже самое, он ехать не будет. Начнем со впуска, какие вообще могут быть доработки и как впуск может мешать правильной работе и выходу мощности с двигателя. Здесь у меня воздушный фильтр нулевого сопротивления и как правило в двигателе штатного автомобиля старый воздушный фильтр это самая основная затычка. Так что правильно обслуживайте, там серийка про фильтры была, как их менять и когда. Если говорим о тюнинге, впуск нужно сделать определенного сечения под нужный мотор. Если вы поставили валы в мотор или поставили большую турбину, обязательно все нужно рассчитать, сделать определенного диаметра, чтобы впуск не являлся затычкой. Затычкой также может стать дроссель. Посмотрите еще одну серийку про дросселя. Тогда можно поставить индивидуальные заслонки на каждый цилиндр. Это увеличит проходное сечение впуска и даст очень крутую прибавку. Даже 20-30% можно поднять мощность мотора за счет правильного вот такого впуска. И также можно поставить дудки, ну или раструбы как их называют, тоже получить хорошую прибавку. Также очень распространен холодный впуск, то есть фильтр если мы разместим где-нибудь под капотом за радиатором охлаждения, он будет получать горячий воздух. Но холодный воздух он у нас более плотный, там больше кислорода и соответственно чем больше кислорода, тем круче мотор едет. Поэтому нужно его разместить куда-нибудь в холодное место, там под крыло, но только чтобы на него вода с колеса не летела, а то гидроудар получится. Сделать под него какой-то определенный короб, чтобы воздух шел именно снаружи, а не из-под капотного пространства. На атмосферном двигателе очень хорошо работает, на турбовом как правило похуже, потому что у нас есть интеркулер, который тоже охлаждает воздух, который качает турбина. Нежели чем вот так заморачиваться с холодным впуском, иногда проще на 0,1 давление наддува поднять и получить ту же самую прибавку. Главное, чтобы интеркулер работал хорошо, потому что горячий воздух будет способствовать детонации двигателя и все равно придется его как-то охлаждать, может быть там впрыск водочки сделать. То же самое происходит и с выхлопом, только там в другую сторону, там воздух выходит, но если там будет затычка, то он тоже будет плохо выходить и мотор будет хуже ехать. На штатной машине затычек много. Автопроизводители используют не прямоточные банки, которые имеют такой неплохой подпор выхлопных газов, гасят часть энергии, чтобы машина была тихой. Но если мы строим мотор, чтобы он неплохо валил, нам уже без разницы. Ставим прямоточную систему, ставим банки прямые, то есть там нет никаких затычек, никаких завихрений, там стенок. В общем, просто прямая труба и набивка, чтобы хоть как-то гасить определенные частоты и сделать красивый звук исключительно для этого. Есть, конечно, и резонаторы, чуть позже про них расскажу, зачем они вообще нужны. Соответственно, избавляемся от затычек в выхлопе. Делаем трубу больше под наши нужды, именно трубу выхлопа. Не делаем никаких заужений, соответственно, чем прямее труба и когда она одного диаметра, тем лучше дышит мотор. Но не стоит здесь уходить в экстрим и делать там сотый выхлоп себе, потому что газы должны тянуть за собой другие газы. Чем больше у вас труба, тем газ идет медленнее. Чем уже труба, тем он идет быстрее. И когда мы разгоняем эти газы по трубе, они могут использовать такой эффект, что они тянут за собой другую вспышку из цилиндра и, соответственно, создают резонансные эффекты как раз-таки выхода выхлопных газов из этой трубы. То есть большой выпуск, вот, например, на атмосферном моторе вы сварите там выхлоп себе из сотой трубы, он поедет еще хуже, чем даже на сток-системе, потому что ее нужно правильно рассчитать. И как раз-таки учитывать все вот эти эффекты. Какие еще есть различия по выпуску, если он у нас, например, затычный или прямоточный? Когда у нас есть определенная затычка в виде сток-банки или еще каких-то там явлений заслонки, мы получаем неплохое противодавление выхлопа, ну, ближе к мотору. Выхлоп пытается выйти из двигателя, упирается в определенную стенку, получается противодавление, и часть выхлопных газов не может выйти из мотора и, соответственно, возвращается обратно в цилиндр. Таким образом мы получаем экономию топлива, потому что смесь догорает в цилиндре еще раз, но мотор едет хуже и, соответственно, греет выхлоп, потому что большое противодавление, газы не уходят, повышается ЕГТ, температура выхлопа. Применимо это для городских моторов, где нужно сэкономить топливо, где важна экологичность, соответственно, применяется вот эта система. Но когда строим более мощный мотор, переходим на прямоток, убираем противодавление выхлопа, соответственно, снижаем его, тем самым у нас падает ЕГТ, становится лучше дышать мотору и легче турбине, ничего не перегревается, все прекрасно работает. Также затычкой в штатной системе может являться катализатор, причем чаще всего и является. С нашими видами топлива, обслуживаниями мотора, плохими маслами катализатор очень часто плавится, создает затычку в выпуске и, соответственно, мотор начинает гораздо хуже ехать. В таком случае, если у нас нет там никаких экологических норм, каталик можно просто вырезать, вварить туда трубу или пламегаситель и, соответственно, поехать дальше, не забывая сделать обманку на вторую лямбду, иначе чек гореть будет. Соответственно, избавиться от затычки в штатной выхлопной системе, не меняя банку и тем самым машина сильно громче не станет. Обычно, да, когда удаляешь каталик, особенно забитый, тачка становится чуть громче, но незначительно, зато ехать лучше начинает. А теперь расскажу про резонансные эффекты, зачем вообще нужны резонаторы и также есть резонаторы на впуске. Сегодня думал, как это объяснить лучше. В общем, представьте себе, есть определенный поток машин, которые едут по дороге, и на определенном месте образуется какая-то затычка, все начинают тупить, причем непонятно почему. И в продвинутых странах делают в таком месте расширение дороги, чтобы там все, ну, как-то это ускорились. А дальше, когда поток начинает лучше ехать, дорогу можно обратно и сузить, они там все разогнались и, в принципе, все хорошо едет. И таким образом определенное расширение может и с выхлопными газами сработать путем резонансного эффекта. Выхлоп у нас, он идет не просто таким потоком плавным, он у нас идет пульсациями, потому что есть некоторое количество цилиндров, клапана открываются, есть вспышки в выхлоп и, соответственно, есть определенные пульсации. Эти пульсации могут в определенном месте выхлопной системы создавать затычку, образуя резонанс. Ну, то есть, где-то они там встречаются, вот как эти машины на дороге, и, соответственно, начинают тупить. Вот если в этом месте мы сделаем расширение, поставим резонатор, вот в виде, например, такой банки, можно даже пустой, без набивки, сделаем расширение, то газы не будут замедляться, они попадут в это расширение и, соответственно, дальше, когда они уже разогнались, резонатор закончится, они пойдут дальше со своей же скоростью. Это работает на определенных оборотах, то есть, не на всем диапазоне резонатор в одном месте сработает. Нет, это не так. Резонатор должен быть размещен под определенные обороты в определенном месте. Для этого нужен глубокий расчет. Если просто сесть погуглить как это считать, можно это сделать. Но очень много факторов и для этого обычно используются прям такие программы для разработки, чтобы понять куда правильно поставить резонатор. В обычных гаражных условиях гораздо проще сделать это в виде эксперимента. Соответственно ставим резонатор, едем, смотрим что там куда сместилось, потом его смещаем в определенную сторону и смотрим где у нас появилась прибавка. И соответственно чего хотим добиться туда и двигаем этот резонатор. Можно посмотреть на проект своих единомышленников, которые строили уже такие моторы и возможно уже есть какое-то готовое решение. В общем примерно вот так и работает резонатор. Достаточно сложно его разместить, но на штатной тачке заводы уже сделали все за вас и разместили его в правильном месте под определенную работу двигателя. Соответственно на штатной тачке резонатор лучше никуда не двигать, ну если вы ее не тюните, а просто ездите. Также есть резонатор и на впуске. Тот же самый эффект, просто расширение в виде какого-нибудь короба или еще что-нибудь. На Тойоте, кстати вот сейчас вспомнил мотор, 3SGE есть такой, есть определенная резонансная камера на впускном коллекторе. Там стоят дросселя, 4 дросселька на каждый раннер и на определенных оборотах, там по-моему выше 4 с чем-то тысяч, эти дросселя открываются, активируя вот эту просто дополнительную камеру резонансную определенного объема. И соответственно это очень круто работает, мотор начинает гораздо лучше ехать, так что вот резонансный эффект на примере заводского мотора Тойоты. В общем рассказал вам немножко про впуск и выпуск, теперь вы знаете как его затюнить, а может быть на вашей тачке это вообще не нужно, просто обслужить и ездить дальше, поменять фильтр, каталик вырезать. Спасибо, что посмотрели эту серию, обязательно подпишитесь на канал, лайк поставьте, комменты напишите. С вами был Семен, пока! Семен, пока! Семен, пока!